Добрый день. Сегодня такой очень солнечный день, март месяц на дворе, и мы получили ответы из пенсионного фонда. Я хотела вам немножечко напомнить, что мы подавали. Мы подавали, а может, даже вы вспомните, вы меня все время просили, а вы получили ответы из пенсионного фонда. Но там мы как бы задавали несколько вопросов, тогда я не буду это зачитывать, а давайте тогда я вам, мы пройдемся по ответам. Вы знаете, когда я получила ответы, слушайте внимательно, берите листок бумаги и карандаш. Самое главное, что я увидела, в соответствии с материалами пенсионного дела вы имеете гражданство Российской Федерации. Данное гражданство указано вами в заявлениях о назначении и перерасчетах пенсии. Смотрите, как интересно. Получается, что когда мы достигаем пенсионного возраста, мы идем в пенсионный фонд и даже не знаем о том, что это не государственные учреждения. Нас встречают, берут паспорта, мы им добровольно даем, ставим галочки и мы у них, оказывается, получаемся гражданами Российской Федерации, которые платят вот эти государственные социальные обеспечения, которые и на предприятиях платят, и индивидуальные предприниматели платят. И получается, что мы попали в непонятную организацию. И эта организация нам дает очень интересные ответы. Смотрим дальше. Второй вопрос. Ваш общий стаж для валоризации до 1991 года составляет 17 лет, 0,5 месяцев, 4 дня. Давайте рассмотрим этот вопрос как. Значит, получается, до 1991 года мы трудились в одной стране, а теперь, когда мы пришли в пенсионный фонд получать непонятную пенсию, которую теперь они назвали страховую, мы, оказывается, нам разделили стаж. Когда мы в одной стране работали и когда мы стали вот эти платить, вот эти вот, ну, как бы взносы обязательного пенсионного страхования. Делайте выводы, что вот здесь идет подмена понятия. Мы очень многие всегда спрашивали, а где наша государственная пенсия? Вопросов до сих пор нет, но мы слушаем дальше. Смотрим, изучаем. С 1 января 2015 года порядок выплаты и доставки страховых пенсий определен законом номер 400 ФЗ и правилами выплаты пенсии. Это они как бы с себя снимают ответственность сразу, что они выработали новые правила, новый закон, который у нас идет уже по страховой пенсии, закон 400. И смотрим дальше. Доставка пенсии производится через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсии. Территориальный орган пенсионного фонда получает ежемесячно от организации почтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку пенсии, сведения о доверенности и представителей пенсионера, получаемую пенсию по доверенности. Это мы когда сделали замечание, почему у нас на поручении стоит доверенность с такого-то числа по такой-то. И как они ответили? Мы на это тоже обратили внимание. В поручении, направленном в специализированные подразделения организации почтовой связи, данные срок действия доверенности и сведения о предоставлении заполняются только в том случае, если выплата пенсии производится через доверенное лицо. И нигде не сказано, что доверенность должна быть нотариальная, доверенное лицо. Делайте внимание, тоже для себя делайте такие знаки внимания. Ручной ввод данных в поручении не предусмотрен. Делаем тоже такую себе пометочку. Теперь смотрим дальше. В материалах вашего пенсионного дела информация об опекуне попечителя отсутствует. Но вы же знаете, формочка 1П, нас всех сделали, МВД у нас, как говорится, опекун. Все мы, как бы, получается, недееспособные люди. И они пишут, что у меня в деле это отсутствие. Тоже делаем выводы. Средства пенсионных накоплений в специальной части вашего индивидуального лицевого счета отсутствуют. Замечательно. Сведения о заключенных с вами договорах и отделениях не располагает. Замечательно. Для получения копий договоров и справок об открытии счетов вы можете обратиться в кредитные организации по месту их получения. Ответ ни о чем. Договор между пенсионным фондом и вами не заключался. Назначение и выплата пенсии производится на основании заявлений о назначении и доставке пенсии. А теперь слушаем внимательно. Очень интересные такие пояснения. Но они о чем-то говорят. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Конституции Российской Федерации и со статьей 27 Федерального закона от 10 июля 2002 года за номер 86 ФЗ сказано о Центральном банке Российской Федерации далее Банке России. Официальной денежной единицей валюты Российской Федерации является рубль. Это отвечает пенсионный фонд. Таким образом, выплата пенсии на территории Российской Федерации и все иные расчеты производятся в соответствии с указанными нормами права в денежной единице рубль. А нам что дают на руки? Билеты Банка России. Замечайте, все ставьте крыжики. Смотрим дальше. Тоже очень интересно. Значит, оснований для назначения вам государственной пенсии не имеется. Обращаем внимание на это. Это мы тоже заметили. И это все мы себе отметили. И будем дальше разбираться, почему нет никаких оснований. Еще такой вопрос интересный. Основания для перерасчета размера вашей страховой пенсии. Запомните, страховой. Мы уходили по трудовой, уже по страховой. На это все обращайте внимание. Не имеется. Получателем государственной пенсии по линии пенсионного фонда вы не являетесь. И вот это самый главный вопрос жизни, что пенсионный фонд нам сказал правду, что вы получателем государственной пенсии по линии пенсионного фонда не являетесь. Это очень интересно. Благодарю за внимание. Но что я хочу сказать. Мы получили 12 января 2022 года очень интересный ответ. И знаете, с какой организации? Комитет по социальной защите населения Ленинградской области. И вы знаете, мы с вами решили все вопросы. Куда мы идем? Зачем мы идем? И почему? Вот и послушайте. В соответствии с распоряжением правительства Ленинградской области от 23 сентября 2015 года за номером 379-П о создании Ленинградского областного городского казенного учреждения «Единый центр. Выплотной центр». Создано Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый выплотной центр». В дальнейшем переименованы в Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения», филиал которого располагается в Кировском муниципальном районе Ленинградской области. А теперь мы с вами подведем итоги. Нам постоянно на почту услуги связи города Кировск Ленинградской области постоянно нам говорили. Это не наши документы. Их считают на Большой морской в городе Санкт-Петербург. Вы знаете, когда мы обращаемся, им говорим, скажите, пожалуйста, а как туда доехать, а дайте нам телефон, ничего не говорят. Оказывается, это в городе Кировске. У нас этот центр социальной защиты населения существует. И возникает вопрос, а собесы-то, может, никто и не аннулировал, а может, у нас мы даже не видели такого ни положения, ни распоряжения, а куда делись собесы. И получается, что вот этот центр социальной защиты населения начисляет нам государственную пенсию. Все пособия, я могу даже вам сказать, знаете, что интересно, это начисляет и социальные пенсии, и пособия, и матерям, которые по рождению детей, инвалидам. А самое главное, что государственная пенсия оказывается на их совести. Поэтому мы делаем выводы. Значит, следующее у нас будет задание уже обратиться к руководителю этого вот этого центра социальной защиты населения. Мы продумаем вопросы, мы продумаем, как мы это все сделаем, потому что мы уже подходим с вами, как говорится, к последней серии проверок. Деньги-то наши где и у кого? Спасибо за внимание. А сейчас я хочу, значит, обсудить такой вопрос, если я кому-то помогу, если кто-то потом мне задаст вопросы. Но я провела такую работу. В связи с тем, что сейчас очень сложное положение и в стране, и у каждого в семье, и у каждого человека, я считаю, что первая задача, он должен обязательно проверить свои счета, ну, на Сбербанке проверить карточки счета, проверить своих счетов. Я все делаю на себе, и вам хочу донести такую информацию. Я пришла в Сбербанк, написала заявление, я уже вам говорила, какое я заявление написала, я уже получила ответ. Я получила ответ, и у меня заинтересовало два счета, которые были закрыты. Я, хочу вам сказать, в компьютере нашла программу проверка расчетного счета. Как я делаю? Я, значит, смотрю расчетные счета, туда вбиваю биг, расчетный счет. Мне выходят все, как говорится, что этот, когда я взяла закрытый счет, он действующий. И наверху я увидела, что новый биг, новый расчетный счет сразу выскочил, как только я набрала этот счет. Я ввожу опять этот биг, который ранее выскочил, и расчетный счет, и я вижу, это московский банк, который выскакивает, и что он действующий. И у меня возникают вопросы. Если у меня в справке написано, расчетный счет закрыт, я когда проверила, а он действующий. Когда я пришла в банк и запросила, там даже не руководитель, а там как бы, даже я не знаю, как они называют сейчас, оператор. Да, она меня выслушала и говорит, не может быть, где вы взяли эту информацию. Я говорю, я человек любознательный, я нашла. И вы знаете, она, когда все посмотрела, она убедилась, что мои счета 15 лет действующие. И у меня возникает вопрос, а может кто-то ими пользуется. Она мне дала заявление, хотя у меня были закрыты счета, она мне дала заявление написать о закрытии счетов. Ну, я хочу карту тоже закрыть, и о закрытии счетов, вот этих вот счетов. И у меня напрашивается вопрос, значит, получается, надо все проверять, писать заявление, не доверять, получается, не доверять. И я считаю также, если у кого-то сейчас есть судебные разбирательства, могу дать маленький совет. Если вы там или по электроэнергии, или по коммуналкам, или по воде, или по свету, или по газу, берете квитанцию, вбиваете, проверяете счет, куда идут эти деньги. Почему это нужно? Потому что вы можете увидеть, когда вы будете набирать биг из счета, могут выскочить другие счета. Добивайтесь до конца, куда это все идет. Я также хочу вам подсказать еще такой момент, такой момент подсказать, что когда я обратилась в банк с заявлением, с заявлением, я у них тоже просила тоже различные справочки, все подготовить. Я у них спросила только одну фразу, когда я подавала им заявление, то есть, ну, типа, волей заявления подавала. Я в конце написала такую фразу. В соответствии с требованием 115 ФСЗ от 07.08.2021 года в соучастие организованного сообщества по легализации, отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а также объяснить мне, почему я должна платить добровольно, согласно коду назначения платежа инвестиций и страхования. А если это инвестиции и страхования, то укажите, открыт ли расчетный счет на мое имя в вашем банке. Они, конечно, мне сказали такую фразу, что все счета добровольно. То есть, получается, что они нас заведомо, заведомо заставляют добровольно в кого-то инвестировать. Я ей задала вопрос. Скажите, пожалуйста, если вы нас заставляете инвестировать, а где мои проценты? Откройте на меня счет. Она улыбнулась. И вы знаете, у меня возник вопрос. Когда, если у вас идет судебное разбирательство? А вы скажите судебному, вернее, скажите суде, скажите, пожалуйста, а получается, что вы меня принуждаете добровольно, принуждаете, чтобы я сам пошел и заплатил эти инвестиции? И получается, если я это плачу, а не получится ли то, что меня сразу же могут подвести под какую-то статью? Что я в столь такое сложное время, в которые идут специальные операции, и я, может, кого-то там спонсирую? Вы знаете, задавайте вопросы. Еще хотела вам сказать такой немножко юмор, чтобы вы, может, посмеялись. Когда я запросила по электроэнергии, скажите, пожалуйста, а где договор? В каждой квитанции написан договор, на основании чего издается эта квитанция. Мне сказали так, это устно. Я говорю, а вы знаете, я вам устно тоже оплатила. А как еще с ними разговаривать? И надо с ними, понимаете, спросить все документы. Они что-то недопонимают, вот эти юрлица, которые организовались, которые себя сформировали, и которые говорят, вы нам должны платить. А вы задайте им вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас, если стоит офис, а за офисом стоит какое-то предприятие, что вы там электроэнергию там делаете, или газ добываете на этом предприятии, покажите нам, что вы собственник. А у нас получается, как Людмила Павловна сказала, они ничего не получили, они ничего нам не показывают. Так они чьим пользуются? Нашим имуществом, которое мы, собственники этого имущества, из нас берут деньги. И вы знаете, я в конце еще хочу сказать такую вещь, что у нас полстраны, люди в кредитах, люди, которые взяли кредиты. А вы призадумайтесь о том, если вы являетесь собственниками большой страны, богатой страны, и вы идете в банк, а кого вы берете в долг? Вы у кого у себя берете в долг, и вас пишут, что вы должник? Тогда что получается? У нас получается, что мы имеем собственность, мы сособственника этого имущества, но нас почему-то толкают в денежные разбирательства. Я считаю, что это неправильно. Люди, подумайте об этом. Когда вы что-то делаете, что-то берете, вы думаете, что вы самый богатый народ, самый богатый. И мы все соучредители, и мы должны правильно распоряжаться этим имуществом. И я считаю, что надо каждому человеку подумать, а может нам что-то написать? Ведь смотрите, что такое депутат? Он разве будет решать ваши проблемы? Он не знает ваших проблем. А может нам всем миром обратиться в администрацию, написать требования, что нам надо? Кому-то машина, кому-то дом, кому-то дача. А может нам правда вот эти вот требования принести всем городам в администрацию, и чтобы они заработали? Мы же богатый народ, мы имеем право это получить. Как вы считаете? Давайте пишите нам свои мысли, мы будем тоже работать над этим требованием, и будет все у нас хорошо. Всего хорошего. До свидания. А теперь я хотела обратиться к предпринимателям, а также к тем, кто работает у работодателей. Вы знаете, мы тоже пишем заявления, мы ищем пути, как узнать, почему мы все платим вот это обязательно страхование. И вы знаете, вот молодой человек, послушав нас, он обратился, обратился с заявлением, которое я как бы вам озвучивала, и вы знаете, какой мы ответ получили? Вы просто убедитесь, послушайте. По данным информационной базы отделения, вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, вот такого-то года, в пенсионном фонде, с присвоением регистрационного номера. Значит, вы должны себе понять, что у вас на каждом есть регистрационный номер. Не СНИЛС, а регистрационный номер. Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию статья 29-го федерального закона от 15 декабря 2001 года за номером 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации вы не подавали. Значит, все делаем массовое такое заявление. И когда вы получаете, что вы эти заявления не подавали, а на каком основании вы платите, также сообщаем, что денежные средства, уплаченные вами в бюджет пенсионного фонда, не поступали. Произвести возврат денежных средств не представляется возможным в связи с отсутствием сумм для возврата. А теперь я вам хочу пояснить. Давайте разберем с такой стороны. Когда все деньги поступают в пенсионный фонд, который является негосударственным пенсионным фондом, и он заключает договора между страховщиком и страхователем, и все деньги крутятся в Нешэкономбанке, задавайте себе вопрос, а куда мы платим, кому мы платим и за что. И я считаю, если мы все напишем заявление о том, что мы никуда не поступали, это добровольно, мы вам заявление не писали, я считаю, что вам надо это самим проработать, взять свои документы, посмотреть, написать работодателю в пенсионный фонд. Вот молодой человек это сделал, мы ему дали задание, он выполнил. Всего хорошего. До свидания.